Жителям Новосибирска предложили задержать дыхание. Организаторы необычного флэш-моба попросили участников не дышать как можно дольше, чтобы почувствовать, как живут люди, которым нужна пересадка легких. Две девушки, Оксана Петрова и Светлана Ахмедзянова, отправились в автопробег по России, чтобы рассказать о проблемах таких людей и собрать для них благотворительные пожертвования. Лидия Захарова подробнее. Каждому участнику флэш-мобы дают воздушный шар. Суть акции проста. Нужно задержать дыхание и не дышать как можно дольше. Это не займет много вашего времени, но это поможет ребятам, которые вынуждены бороться буквально за каждый свой вдох. Здоровому человеку сложно понять, что чувствует тот, у кого легких почти нет. Оксана Петрова эти ощущения запомнила навсегда. Она родилась с диагнозом муковисцидоз. Пересадка легких буквально спасла ей жизнь. Как не хватает воздуха, как ты контролируешь каждый свой вдох, как это всеми мышцами пытаешься вдохнуть, и тебе кажется, ты хочешь еще глубже, глубже, оно не получается, потому что легких нет, они не могут наполниться воздухом. И ты дышишь благодаря аппаратам, ты дышишь благодаря тому, что аппарат делает из простого воздуха чистый кислород. И да, эти ощущения, они незабываемые. И ты с каждым днем просто ждешь этого заветного звонка, чтобы появился донор и операция прошла успешно. Ждать пересадки легких Оксане пришлось три года. Сложную операцию в России делают бесплатно, но только в двух московских клиниках. Чтобы дожить до этого момента, пациенту необходимо специальное оборудование, лекарства, нужно снимать квартиру в Москве и хорошо питаться. По самым приблизительным подсчетам 800 тысяч рублей в год на человека. Суммы огромные. И человек с пенсией 13 тысяч, понимаете, сами не может потянуть такие цифры. Как только заканчивается запас воздуха в легких, участники флешмоба отпускают шарик и делают глубокий вдох. Больные с муковисцидозом так вдохнуть не могут. В Новосибирской области 60 человек с таким диагнозом. В основном дети. Пересадку легких пока никому не делали. Проблема в том, что специалисты не знают о том, что в московских клиниках, в Склифосовского, Шумакова такие операции проводятся уже пять лет. И специалисты могут реально готовить больных, которым показана пересадка, к тому, что нужно, можно поехать и продлить себе жизнь на долгие годы. Поэтому очень важно. Это достаточно беспрецедентная акция. Такой не было. И вряд ли она когда-либо повторится. Потому что девчонки буквально совершают подвиг. Новосибирск – 46-й город на пути Оксаны и Светланы. В каждом рассказывают, объясняют, просят помочь. На своей ладе они объехали уже пол-России. Часто люди у нас думают, что такое жизнь после пересадки. Это, наверное, такая фраза «влочить существование». Но это не так. То есть на примере Оксаны мы можем показать, что это совершенно не так. Человек имеет возможность просто проехать на своей машине всю страну. Мы решили это сделать и всем показать, что это возможно. Завтра в Новосибирске девушке устроят еще один флешмоб. В два часа дня у ДКЖ. А потом отправятся дальше на восток. Следующая остановка в Томске. Лидия Захарова, Дмитрий Кабанов. Новости здесь, Новосибирск.